Доброе утро, сахаринцы! На календаре 26 июля-среда. Сегодня в мире отмечают день загадывания загадок. Поэтому вот вам а я, слушайте внимательно. Скажешь «не приходи» — все равно приходит. Скажешь «не уходи» — все равно уходит. Что же это такое? Правильный ответ, и я вам скажу в конце программы. Поэтому просыпаемся вместе. Меня зовут Юлия Бель. Поехали! Передай другому. Узнаем свежие новости со всего мира. Приятные мелочи жизни. Навестим каналы сахаринских блогеров. Пальчики оближешь. Приготовим аппетитное блюдо с морепродуктами. Сила боли. Проведем утреннюю зарядку под руководством фитнес-тренера. Ученые из Испании и Франции назвали лучшее время для завтрака и ужина. Первый прием пищи следует проводить до 8 утра, а последний — не позднее 7 вечера. По мнению экспертов, это не просто благоприятное время, а еще и дополнительный метод профилактики диабета. О других не менее интересных новостях и открытиях сейчас коротко расскажет моя коллега. Жители Липецкой области стали свидетелями нашествия мотыльков-паденок. Тысячи насекомых вылетели из водоемов и облепили Каракумский мост. Зрелище получилось не только красивым, но и опасным. Видимость на дорогах настолько упала, что водителям пришлось сбавлять скорость, чтобы не попасть в аварию. Житель Якутии смастерил автомобиль-амфибию. Необычное транспортное средство спокойно может передвигаться как по земле, так и по воде. Автомобиль оснащен колесным приводом и винтовым двигателем. На многокилометровой дистанции мощности самодельного транспорта не хватит, но преодолеть речку — вполне выполнимая задача. Пес спас хозяйку во время приступа. У Кэти Грэм из США редкая болезнь — синдром пастуральной тахикардии. От него могут быть сильные головокружения после стояния на ногах. Собака почувствовала приближение приступа и вовремя принесла хозяйке лекарства. Также она прыгнула на девушку, чтобы заставить сесть, и передала ей бутылку воды из холодильника. Видео стало вирусным и набрало более 24 миллионов просмотров. Более 200 собак пришли поздравить столетнего жителя Америки с юбилеем. Такой подарок пожилому мужчине сделала его дочь. По словам женщины, отец очень сильно любит собак, поэтому в социальных сетях она попросила владельцев четвероногих прийти на парад домашних животных. Чтобы погладить всех, пенсионеру понадобилось около двух часов. Позже счастливый юбиляр признался, что никогда не видел так много виляющих хвостов. Зачастую в рубрику «Мировые новости» попадают ролики, случайно снятые очевидцами, но у ютуб-блогеров все иначе. Они специально разрабатывают контент на определенную тему, ищут подписчиков, которым это нравится. Мои коллеги регулярно составляют обзоры каналов популярных и начинающих сахаринских авторов. Предлагаю узнать, что же нас ждет сегодня. Доброе утро всем! Ну что, наконец-то мы выбрались на рыбалку. Ну, можно сказать, я уже ездил как бы, но не получалось снимать, то погода не позволяла, то еще дожди, еще вещь какая-то штука непонятная была. Вот, сейчас 5 утра, мы приехали на Лютогу. Кто не знает, это речка у нас тут по югу такая, одна из самых крупных. Если ваше утро начинается задолго до восхода солнца, то вас точно можно назвать заядлым рыбаком или рыбачкой. И канал Сахалинца Игоря вам точно понравится. На днях мужчина отправился за самым лакомым ловом – за симой. Один блок показал, второй блок показал. Ну, эту подругу, наверное, с вами отпустим. Так, ребят, давайте ее отпустим. Смотрите, у нее полосы уже такие, видите, красные. Уже это самец. Сейчас мы поможем, реминируем потихонечку. К ловле рыбы Сахалинец подходит бережно. Вместо металлических воблеров использует более мягкую насадку – муху. Для эффективности мужчина заранее навязал на крючок сразу несколько. Хотя посмотреть на удачный улов не получится. Во время рыбалки у Игоря села камера. Зато он успел запечатлеть детский сад лососевых. Вот он, это детвора. О, закипело, закипело. Тут его по реке очень много. Ну, надеемся, вырастет потомство. И почаще отпускайте всему. Рыбалка – основная тема канала. Авторский блок мужчина ведет уже семь лет. За это время он обошел острова Курильской гряды, охотился за тайменем и стоял у подножия вулкана тятя. Творчества сахалинца без внимания не осталось. За обновлениями канала следят более тысячи зрителей. Так, ребят, сегодня взял с собой вот такую семенку, половинки. И попробуем вот такую мини-коптильню. Здесь щепа, чуть-чуть смочил ее. Сейчас мы ее присыпем чуть-чуть. Сверху фангой закроем это щепело и отправим на 15 минут в костер. Кулинарные эксперименты – еще одна занимательная часть видеороликов Игоря. Но о разных способах копчения симы вы можете узнать самостоятельно. Для этого только нужно зайти на канал «Сахалин в кадре». 26 июля именины отмечают Антон, Гавриил, Степан и Юлиан. Они с детства отличаются своим очарованием и харизмой. Способны расположить в себе любого человека. На работе они не боятся брать на себя ответственность и преуспевают во всех начинаниях. Какие еще праздники и события сегодня можно отметить. Узнаем в рубрике «Народный календарь». 26 июля во всем мире отмечают День дяди и тети. История умалчивает о происхождении торжества. Но многие сходятся во мнении, что толчком к созданию праздника послужили другие подобные даты. День матери, отца, дочери, бабушек и дедушек. Традиционно дяди и тети человеку являются брат или сестра, отца и матери. Хотя в некоторых культурах, обращаясь к знакомому родственнику старшего возраста, тоже добавляют приставку «дядя» или «тетя», вне зависимости от семейных связей. В России сегодня отмечают еще один праздник – День парашютиста. 26 июля 1930 года группа советских летчиков и механиков 11-й авиационной бригады Московского военного округа впервые совершила под Воронежем серию прыжков из самолетов. Это событие положило начало массовому развитию парашютного спорта в СССР. И хотя праздник законодательно не утвержден, его традиции любители прыжков с небес соблюдают до сих пор. 26 июля на Руси особенно почитали зерно и хлеб. В поле работали от зари до зари. После приема в пищу не выбрасывали корки и хлебные крошки. Ими кормили птицы и диких животных. Согласно поверью, соблюдение этих правил привлекало удачу и благополучие. Молодые люди в этот день старались никому не рассказывать о свиданиях и не делились чувствами. Иначе в любви мог произойти разлад. Звезды уверены, день отлично подходит для сотрудничества. Оно положит начало успешным проектам или крепкой дружбе. Из-за расположения планет гармонично сложатся отношения у влюбленных. Работягам 26 июля стоит проявить свои творческие способности. Они помогут взглянуть на сложные ситуации под другим углом. Ну а сейчас минутка просвещения. В рубрике «Поймите правильно» мы ежедневно рассказываем о фразеологизмах, их значениях и происхождении. Например, довести до белого коленя означает разозлить до предела, довести до бешенства. Это выражение взятое из речи кузнецов. Когда металл нагревают, при ковке он в зависимости от температуры светится по-разному. Сначала красным светом, потом желтым и, наконец, ослепительно белым. При более высокой температуре металл плавится и закипает. О другом фразеологизме вам расскажет моя коллега Василиса Долгушина. Если вы не собираетесь встречаться взглядом со своими слушателями, можете с таким же успехом обратиться к ним по почте. Так сказал американский эксперт в области публичных выступлений Рон Хофф. Возьмем на заметку. Потемкинские деревни С начала 19-го столетия фразеологизм стал синонимом показухи и фикции. Происхождение выражения связывают с историей поездки Екатерины II на юг России. Согласно легенде, в недавно до глухой местности императрица увидела множество строений, войска, процветающее население. Предстал ее взору и Черноморский флот в Севастополе. Эти достижения удивили не только государыню, но и представителей иностранных дворов, которые путешествовали вместе с ней. Однако, по легенде, все, что встретилось на пути царственной особы, было выстроено по распоряжению графа Потемкина в считанные дни и также быстро развалилось. Эта легенда многократно опровергалась историками, а ее авторство приписывалось иностранным завистникам. Употребляйте это выражение правильно и к месту, чтобы не сесть в лужу и не ударить в грязь лицом. Фарфали – уникальная родновидность итальянской пасты в форме галстука бабочки. Кстати, дословно она так и переводится – бабочка. Фарфали идеально сочетается со сливочными, овощными и рыбными соусами. Также эту пасту нередко можно увидеть в качестве ингредиентов в макаронных салатах. Когда на солнечном утре звучат кулинарные факты, время передать слово шеф-повару. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Нечаев, я являюсь шеф-поваром кулинарной студии «Трюфель». И с вами сегодня мы приготовим вот такие вот красивые фарфали, пасту фарфали с креветками на основе зеленого масла. Что нам понадобится? У нас уже водичка закипела. Подсаливаем ее. И погружаем наши фарфали. Красивая паста, бантики. Можно приготовить, порадовать либо себя, либо свою вторую половинку, почему бы и нет. И начинаем подготавливать все к нашему соусу и нашим всем ингредиентам. Креветка. Я использую тигровую креветку. И после того, как мы сняли с нее панцирь, нам нужно ее почистить. Разрезаем спинку. Проверяем, что ничего лишнего нет. И прорезаем полностью спинку, чтобы после обжарки она у нас красивенько открылась. Ну, я делаю вот так. Я разрезаю, получается, спинку. И после того, как креветка проходит тепловую обработку, она так красиво будет смотреться. С этим закончили. Дальше нам понадобится оливковое масло. Мелко нарезанный лук. Чем меньше, тем лучше. Начинаем обжаривать. Наш лучок. Добавляем помидоры. Слегка обжарили и добавляем зеленое масло. Зеленое масло вы можете делать как у меня на основе петрушки, укропа, так и на основе, например, базилика, кинзы и так далее. То есть, фантазия только ваша. Так, разогреваем сковородочку. Добавляем оливковое масло. Подготовим сразу же соль с перцем. Буду солить, перчить во время обжарки. Для того, чтобы у нас наш молотый перец на огне открыл все свои нотки вкуса. И, как я уже говорил раньше, как я всем советую, не переворачивайте сразу же креветку после того, как вы выложили на огонь. Единственное, можно немного покрутить, чтобы масло полностью обволакивало наш продукт. Все. Увидели то, что у нас подзолотился хвостик и можно переворачивать. Креветку, особенно тигровую, я не люблю сильно зажаривать. То есть, я люблю, когда она в центре слегка, совсем чуть-чуть сыроватая. Поэтому обжарили креветочку с двух сторон и переставили куда-нибудь на жаропрочную поверхность. Оставили прямо в сковородочке. И ждем, пока наши фарфали сварятся. Не забывайте, в центре они должны быть слегка недоготовлены. Слегка. Так, ну что, наши фарфали почти готовы. Я ставлю наш соус на огонь и перекладываю с помощью шумовки все наши фарфали в сковородку. Так, отлично. После того, как мы переложили наши фарфали в сковороду, у нас пару столовых ложек точно воды попало в сковороду. И нам нужно ее выпарить. Поэтому немного притушиваем. Ждем, пока вся влага выпарится у нас. И можно перекладывать на тарелку. В этот момент весь наш соус обволакивает пасту. И наши фарфали становятся очень вкусными. Начинаем перекладывать. Желательно в центр тарелки. Так вот, горкой. Как же не забыть про нашу креветочку. Кладем наверх. Ну, тут уже как бы все зависит от вас. Можно выложить примерно так, в центр, вокруг кольцом. И в это кольцо положить сыр пармезан. Сверху полить каким-нибудь еще красивым зелененьким маслом. И можно кушать. Приятного аппетита, друзья. Попробуйте. Отправьтесь в гастрономическое приключение на мастер-классах в кулинарной студии «Трюфель». Под руководством профессиональных поваров вы приготовите изысканные блюда различных кухонь мира и отлично проведете время в приятной компании. Чтобы пловцы-синхронисты слышали музыку, под которой выступают, в бассейне под водой встроены специальные динамики. По словам спортсменок, звук, конечно, не как в наушниках, но различается нормально. Наша традиционная рубрика «Утренняя зарядка» тоже сопровождается музыкой бодрой и ритмичной. Под нее так и хочется начать новый день с физических упражнений. Парочку покажет фитнес-тренер Екатерина Баландина. Доброе утро! Я знаю, что очень многие хотят иметь плоский животик, особенно девчонки, особенно после рождения детишек. Но в связи с тем, что есть ряд физиологических нарушений после беременности, в том числе и диастаз, этого добиться очень сложно. И многие, не зная тонкостей этих, начинают обычными скручиваниями, как привыкли мы еще со школы, качать пресс, тем самым усугубляя эти проблемы. И никто не видит плоский живот, а получается обратное действие. То есть живот еще больше висит, нависает, и что с этим делать, никто не знает. И сегодня я покажу вам классных два упражнения, которые вам помогут укрепить вашу поперечную мышцу живота. И вы научитесь включать косые мышцы живота. Наша поперечная мышца живота начинается сзади, и она таким корсетом, поясом опоясывает наш пресс, наш живот. Поперечная мышца живота, от того она называется, она имеет вот такие волокна, то есть горизонтальные. И это самый первый мышечный слой, который укрывает наши внутренние органы, предотвращая их выпадение. Поперечная мышца живота непосредственно связана также с работой органов малого таза. И если правильно включать поперечную мышцу живота, то вы избежите таких проблем, как опущение органов малого таза или провисание тазового диафрагма. Итак, принимаем исходное положение. Кстати, это упражнение не только подходит мужчинам, ой, женщинам, простите, ну а также и мужчинам. Вы знаете, да, есть мужчины, имеющие кубики на животе, но у них вот такой круглый живот. Вот, собственно говоря, это упражнение тоже им очень подойдет. Итак, ложимся на спину. Ноги согнуты. Руки в замок и на затылок. Ваша голова находится как будто бы в корзинке. Вытягиваемся за макушкой вверх. Чувствуем хорошую опору сейчас в крестец и в стопы, а также в нижний край лопаток. Приподнимаем локти до своего периферического зрения, то есть когда вы локти начинаете уже видеть боковым зрением. Вытягиваемся за макушкой еще больше вверх. Делаем глубокий вдох в свои задние ребра. И на выдохе приподнимаемся. Обязательно выдох делайте ртом, как будто бы вы надуваете шарик. Вот такое движение. Такое дыхание поможет вам больше подключить поперечную мышцу живота. Итак, на выдохе поднимаемся до нижнего края угла лопаток. У девочек там находится бюстгальтер, вы поймете о чем я говорю. Взгляд скользит по потолку и останавливается между бедер. Не поднимайте взгляд вверх. И здесь больше внимания уделяйте вытяжению позвоночника. Представьте, что позвоночки ваши как будто бы удлиняются друг от друга, отдаляются. За макушкой вытягивайтесь вверх. Представьте, что ваш корпус это такая буковка С развернутая. За локтями тянитесь в сторону. Почувствуйте, как ваши лопатки обнимают сзади ваши ребра. И в этом положении, концентрируясь на вытяжении, начинайте дышать свои задние ребра. Вдох, туда, погружайте ребра в коврик и выдох через рот. Вдох и выдох. Когда вы будете делать выдох, вы почувствуете, как ваши мышцы стягиваются в центр и опускаются вниз. Ваш живот станет плоским. 5-6 дыхательных циклов. Вдох, за макушкой все больше удлиняемся вверх. И на выдохе расслабляемся, опускаемся вниз. Это упражнение изначально направлено не на проработку пресса, а на мобилизацию грудного отдела. Но поверьте, ваши поперечные мышцы живота, ваш пресс, ваша прямая мышца живота и ваш позвоночник будут вам мега благодарны. Но обязательно больше внимания уделяйте вытяжению. Какие здесь могут быть ошибки? Вы поторопились. И не подключив поперечную мышцу живота, просто поднялись без выдоха наверх. Ну, то есть сделали обычное скручивание. Вы можете сами себя протестировать. Если вы это сделали, у вас внизу живота, вот здесь, появится вот такой холмик мышечный. Это поднимется прямая мышца живота. Почему это происходит? Ваш пресс, ваша прямая мышца живота пытается застабилизировать позвоночник. То есть, как бы вывести его в нейтральное положение. И многие, я думаю, когда качали пресс, чувствовали, что у них болит спина, поясница. Так вот, это как раз ваша поперечная мышца живота не включилась в работу. Она не спасла вашу поясницу. И поэтому вы испытывали боль. Еще раз. Руки за головой, за макушкой вытянулись, за локтями вытянулись в сторону. Почувствовали опору на крестец. Делаем вдох. Выдох ртом. Помните, это очень важно. Вытягиваемся за макушкой вверх, туда, вдаль, удлиняя себя. Взгляд по потолку и останавливается на бедрах. И начинаем дышать в свои задние ребра. Вдох туда, погружаемся. И выдох. Еще вдох. Больше вытянулись, погрузились вниз. И выдох. У меня пресс горит. Все горит. И на выдохе опускаемся вниз. Вы можете сделать 3-4 подхода. Ориентируйтесь на свои ощущения. Приблизительно где-то будет 6-8 дыхательных циклов. Вдох-выдох это один дыхательный цикл. Когда вы научитесь делать уже правильно чест-лифт, когда вы будете чувствовать, что у вас не поднимается вот этот домик внизу живота, что у вас есть вытяжение, вы тянетесь за локтями, тогда можно усложнить. Упражнение называется крис-кросс или в простонародье велосипед, когда мы делаем скручивание, касаясь противоположным локтем, коленом. Но опять же, когда вы будете соблюдать все условия, которые я сейчас перечислила, и сделаете это упражнение, вам будет достаточно 4-х повторений для того, чтобы вы прочувствовали все свои мышцы пресса. И косые, и прямую мышцу живота, и поперечную в том числе, ведь она самая важная. Итак, мы ложимся. Исходное положение такое же. Руки в замке за головой, голова лежит в корзинке. Делаем вдох. На выдохе также выходим в чест-лифт. И сейчас тянемся правым локтем к левому колену. Поднимаю ножку. На выдохе подняли. И тянемся, удлиняя локоть к колену. Ставим ногу. Подняли. И на выдохе. Обязательно выдох ртом. Более сложный вариант, когда ноги находятся в тейблтоп-позиции, то есть согнуты на 90 градусов. Сейчас объясню, как выходить правильно в это положение. Выходим в чест-лифт. На выдохе. За макушкой тянемся вверх. Взгляд по-прежнему между бедер. Поочередно подняли ноги. Позиция тейблтоп. Подышали пару дыхательных циклов в нижние ребра. Прочувствовали свои мышцы. И на выдохе. Удлиняя одну ногу вниз. Вытягивая, как будто ваша нога растет из ребер. Вытягиваемся в длину. И локтем тянемся к колену. Вернулись. Продолжаем вытягиваться за макушкой. Поставили стопы. И на выдохе вернулись в исходное положение. У меня пресс уже горит огнем. И не нужно 150 раз делать бесполезных абсолютно скручиваний, которые вредят вашему позвоночнику. И, девчонки, не закачивайте ни в коем случае диастаз. Проверьте сами себя. Я в следующих сериях, думаю, покажу тест на диастаз, который поможет вам сберечь собственное здоровье. Я желаю вам хорошей тренировки. Будьте здоровы и отличного настроения. Наша программа подошла к концу. Точно, чуть не забыла дать вам ответ на загадку. Конечно, я говорила про время. Только оно может приходить и уходить тогда, когда ему вздумается. Поэтому не тратьте его зря. Каким будет день, зависит только от вас. В студии была Юлия Бель. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин